День добрый, с вами Смирнова Ирина. Сегодня мы будем устанавливать на мой рыжий блог, как я его называю, это плагин, который позволяет оставлять комментарии на вашем блоге и сразу же отправлять их в социальную сеть. Этот плагин называется ВКонтакте API. Вот на этом сайте, где у меня установлена рассылка на различные подписки, у меня установлен вот этот плагин, который выглядит на этом сайте вот таким образом. Видите, здесь у нас есть плашка ВКонтакте и открываются комментарии ВКонтакте. Есть возможность комментировать с выходом на страницу в Фейсбуке, пожалуйста. Есть возможность комментарии оставлять обычные в Вордпрессе, вот так как это у меня настроено здесь в Вордпресс. Не всегда этот плагин выглядит именно так. Он соответствует стилевым настройкам шаблона. В данном случае вот на этом шаблоне он выглядит вот таким образом. А, например, если мы возьмем шаблон моего кофейного блога, который называется «Шоколад», то он будет выглядеть вот таким образом. Видите, вот эти кнопки ВКонтакте, Фейсбук и обычные, Вордпрессовские, они соответствуют дизайну вашего блога. Чем еще хорош этот плагин? У нас с вами есть такая возможность делать кросспостинг сразу же в социальные сети. Обычно мы такую возможность используем вот от этого плагина, Jetpack. Вот я сейчас зашла в редакцию своей странички. Посмотрите, здесь у нас есть такие публикации, настройки прямо кросспостинга в определенные социальные сети. Фейсбук, Твиктор и так далее. Но ВКонтакте здесь сети нет. А плагин ВКонтакте API дает нам такую возможность кросспостинга на стену ВКонтакте. Причем на ту стену той группы или того паблика или вашего личного профиля, который вы решите выбрать для своего сайта. Что еще хорошего дает нам этот плагин? Если мы зайдем с вами в раздел Виджеты, то этот плагин нам дает возможность установить дополнительные виджеты. Вот этот виджет от Фейсбука, сообщества. Вот все виджеты, которые помечены в ВКПе. Это группа, облако тегов, популярные. Имеются в виду те самые статьи, которые больше всего отмечены кнопками «Мне нравится». Последние комментарии именно от ВКонтакте и так далее. То есть, как видите, возможности данного плагина очень и очень большие. Давайте сейчас зайдем на мой рыжий блок и установим этот плагин. Устанавливать будем очень просто через опцию «Плагины добавить новый». В этом случае в строке «Поиска» мы просто вводим «Контакте API». WordPress предлагает нам те плагины, которые находятся у него в библиотеке. Но чтобы найти этот плагин, надо немножечко спуститься вниз. Вот он, этот плагин. Вот такая у него аватарочка. Переход с WordPress на «Контакт» и обратный. Кликаем «Установить», «Активировать» и находим наш плагин в меню консоли. Называться он здесь будет «Social API». Посмотрите, здесь очень много всевозможных настроек. Но, во-первых, зайдем, если мы в первую настройку модули, то увидим, что здесь нам предлагаются дополнительные настройки. Комментариев, кросс-постинга, кнопок «Лайкс». Мы можем отдать возможность входа в свой аккаунт ВКонтакте вашему посетителю. Обратите внимание на то, что все эти приложения совместимы с версией WordPress. Начнем с кросс-постинга. Здесь идет настройка кросс-постинга именно в социальную сеть ВКонтакте. Необходимы определенные настройки. Но давайте начнем с того, что настраивать мы будем с вами определенную группу. Поэтому нам нужно взять ID этой группы. У меня эта группа «Все для начинающего блогера». Если мы посмотрим с вами ссылку, то ссылка у меня сформирована буквенная. Если я хочу узнать настоящий ID своей группы, мне достаточно зайти в управление сообществом. И вот здесь есть ссылочка «Статистика сообщества». Выходим в статистику сообщества. Тогда у нас в нашей адресной строке появится ID нашей группы. Копируем, захожу и ввожу вот в это поле. Теперь нам нужен ключ для генерации доступа. Такой ключ достаточно серьезная вещь. Она доступна только вам. Поэтому вам предлагается при открытом аккаунте ВКонтакте пройти вот по этой ссылке. Кликаем «Ссылка». И видите, у меня не получилось зайти. Почему? Потому что очень быстро закрылась эта страничка. Поэтому я вам советую делать следующее. Правой кнопкой мыши копируем адрес ссылки. Открываем новую вкладку и вводим этот адрес в адресную строку. Кликаем «Энтер» и получаем, во-первых, предупреждение о том, что если мы кому-то передадим этот адрес, то потеряем доступ к своему аккаунту. Я этот адрес аккуратненько копирую. Захожу в кросс-постинг и ввожу вот в это поле. Кликаю по полю рядом и получаю информацию о том, что ключ доступа сформирован правильно. Видите, появилась ссылочка «Валид». Теперь делаю настройки. Включить по умолчанию, конечно. Давать информацию по кросс-постингу только с записи. Заголовок, конечно, активировать. Вот здесь у нас показана длина текста. Эта длина текста у нас равна длине текста в ВКонтакте. Не нужно оставлять такую длину. Почему? Потому что тогда вся ваша статья будет публиковаться полностью. Это нам не нужно. Поэтому мы с вами здесь где-то 160. Такую вот цифру установим, не больше. Можно даже, наверное, и 100 установить. 100 длина текста – это 100 слов у нас. Количество изображений отправляем одном. Не надо задерживать публикацию нам. Пусть она будет мгновенной при публикации вашей записи. Здесь обратите внимание, что вы те теги, которые будете давать своей статье, присваивать своей статье, они будут конвертироваться в хэштеги. Я этого не делаю, потому что я теги закрыла. И для успешной оптимизации сайта я категорию прошу перевести в хэштег. Естественно, добавляю ссылку на статью, чтобы люди, прочитавшие анонс вашей статьи, перешли к вам на статью на блоге. Активирую свою подпись и сохраняю изменения. Для того, чтобы проверить, все ли мы успешно сделали, я открываю еще раз свой сайт, захожу на любую опубликованную статью, редактировать запись. И, как видите, с правой стороны в разделе публикации я вижу, что уже здесь возможно сделать кросс-пост на стену ВКонтакте. Так как мы с вами длину текста не оставили, 880-880, вы вот здесь можете эту длину текста записать такую, как вы посчитаете нужным. Количество изображений точно так же вы можете показать здесь, прямо при настройках публикации. Если мы спустимся вниз, то у нас появляются еще две возможности. Это социальные комментарии открыты у нас будут, социальные лайки тоже будут включены. Вот это все то, что дает нам данный плагин при кросс-постинге нашей статьи в социальную сеть ВКонтакте. Работаем дальше. Вкладку кросс-постинг мы настроили. Теперь заходим в комментарии. И настраиваем комментарии от соцсетей на нашем блоге. Итак, первое, что я делаю, я включаю активацию. Теперь моя задача ввести сюда ID приложения и защищенный ключ, где я его беру. Для того, чтобы получить ID приложения и защищенный ключ, мне нужно пройти вот по этой ссылке. Кликаю и выбираю здесь в данном случае в приложениях веб-сайт. Ну, пишу здесь название. Название самого приложения, его никто видеть не будет, поэтому я его назову вот так, блогер, блог, блогер. Сюда я ввожу адрес своего сайта с протоколом, а вот сюда мне надо ввести только базовый домен, поэтому протокол я убираю. Кликаю «Подключить сайт». Сейчас на мобильный телефон я попрошу прислать мне код. Код я получила. Ввожу его, отправляю и получаю подтверждение, что всё у меня сделано правильно. Теперь моя задача получить ID этого приложения. Для этого я захожу вот сюда в настройки и получаю ID. Копирую его, захожу в блок, вставляю в поле ID приложения данный код и копирую защищённый ключ и также вставляю его во второе поле защищённый ключ. Как видите, у меня ID приложение валидное, правильное, поэтому я могу работать спокойно дальше. Я оставляю здесь всё как есть. Высота виджета, ширина виджета, количество комментариев, автопубликация на стене пользователя активирую, оставляю комментарии в WordPress, прошу уведомить меня по e-mail о новых комментариях, активирую привязку к ID записи. Обязательно вот здесь ставлю галочку. Это значит, ваши комментарии будут установлены не один друг за другом, WordPress, контактам и Facebook, а они будут в виде вкладок сделаны, переключающихся вкладок. Здесь я оставляю все возможные настройки, то есть я могу публиковать граффити, фотографии, аудио, видео и ссылки. Сохраняем изменения. Теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Выхожу на запись, обновляю её и вижу, что здесь в данном случае у меня внешний вид вкладок будет вот такой, ярко-жёлтый. Посмотрите, это обычные комментарии. Давайте переключим. Вот они, обычные комментарии. Это комментарии ВКонтакте. Идём дальше. Теперь наша настройка должна быть связана с Facebook. Активируем данную настройку, но нам нужно установить здесь ID приложения. Чтобы установить ID приложения, нам надо пройти по ссылке и зафиксировать свой блок в этом приложении. Приложений у меня уже несколько. Я сейчас добавляю новое приложение. Отображаемое название я пишу такое же, как и ВКонтакте. Блогер.блог. Прошу создать ID приложения. Вот здесь самый сложный момент – это ввести вот данную запись в текст поля. Не совсем понятно. Попробую преобразовать. Вот такую запись сейчас мы и введём. Отправляем. Так, приложение создано. Вот это дополнительные возможности, которые вы можете установить. Мы с вами заходим в настройки и видим ID приложения. Вот оно. Заходим в настройки нашего сайта, вводим это ID приложение и сохраняем его. Теперь, прежде чем посмотреть, что у нас получилось, зайдём ещё вот в эту вкладку. Эта вкладка у нас даёт возможность устанавливать какое приложение, комментарии, вернее, какого приложения будут у нас отображаться при открытии пользователям данной статьи. Я выбираю WordPress. Пишу «Сохранить изменения». Захожу на статью. У нас здесь пока две вкладки. У Facebook есть такая особенность. Он не сразу отображает, в данном случае, вкладку комментариев от Facebook. Немножко задерживает. Может задержать на 5-7 минут. Давайте попробуем посмотреть, что у нас получилось. Ну вот, пожалуйста, он сразу же нам показал и вкладку Facebook. То есть вот таким образом у нас теперь будут отображаться все комментарии на сайте. Это очень удобно, так как вы связываете свой сайт с такими двумя большими социальными сетями, как ВКонтакте и Facebook. Посмотрим следующие настройки. Вот это вот настройки кнопок «Мне нравится». Вы можете установить кнопки «Мне нравится» с очень большого количества социальных сетей. Вот они здесь все у нас показаны. Я этого делать не буду. То же самое можем настроить вход в аккаунт ВКонтакте. Я тоже этого делать не буду. И вот, посмотрите, здесь еще есть одна ссылочка полезности. В этих полезностях у нас есть включение механизма ревизии, редакции, записи. Активируем и сохраняем изменения. Все настройки плагина мы с вами выполнили. Установили комментарии от социальных сетей ВКонтакте, Facebook. Установили кросспостин в социальную сеть ВКонтакте. Сразу же при публикации нашей записи получили дополнительные возможности с виджетами. И теперь можем еще более функционально работать с нашим блогом. Всего доброго! С вами была Смирнова Ирина. Если это видео было полезно, оставляйте комментарии под видео, оставляйте комментарии на блоге. Я буду вам очень благодарна. Делитесь этой информацией со своими друзьями. Всего доброго! До следующих встреч! Субтитры создавал DimaTorzok